И мы снова переносимся в Стокгольм. Всего полчаса остается до начала второго полуфинала Евровидения. Конкурсанты готовятся к выходу на сцены. По правилам, песня должна длиться не более трех минут, и за это время исполнители надо успеть завоевать сердца зрителей. На связи с нами вновь наш коллега Эрнест Мацкевичес. Ему удалось пообщаться уже с самим Сергеем Лазаревым, который, хотя сегодня и не выступает, но все равно в зале. Итак, Эрнест, слушаем вас. Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, коллеги. Это Стокгольм, Глобан-арена. И считанные минуты действительно остаются до второго полуфинала главного песенного конкурса Европы, Евровидения. И в этом полуфинале выступят артисты, которые уже буквально в субботу сразятся за главный приз Евровидения с нашим артистом Сергеем Лазаревым. Сергей сегодня не выступает. У него есть возможность немножко передохнуть, взять тайм-аут, настроиться. И подумать, как он будет выступать на своем главном выступлении в субботу. Сережа, я знаю, что ты не любишь отвечать на вопросы про конкуренты. Тем не менее, я попробую спросить по-другому. Кого ты считаешь своим главным фаворитом здесь на конкурсе и с кем хотел бы встретиться в финале в субботу? Добрый вечер, друзья. На самом деле, я считаю, что в этом году очень сильный конкурс. По-настоящему много хороших песен, замечательных исполнителей, замечательных певиц и певцов, групп. И, в общем-то, все стараются как можно лучше выступить, как можно ярче показать свою песню, свой номер. И поэтому крайне сложно выбрать кого-то одного. Действительно, я не завидую зрителю, потому что, честно говоря, я не знаю, что бы я делал в этой ситуации, когда нужно выбирать из такого количества прекрасных песен. С другой стороны, завидую, потому что они смогут посмотреть такое красочное шоу по телевизору. Мы смотрим отсюда, со стороны смотрим на зрителей, а зритель может по-настоящему окунуться в эту атмосферу праздника, потому что все сделано здесь на высочайшем уровне. Ты понимаешь, что нужно артисту сегодня для того, чтобы в этом главном европейском песенном конкурсе победить? Какими качествами он должен обладать, чтобы достучаться до сердца вот этого современного молодого европейского зрителя на этой европейской площадке? Честно говоря, я думаю, что никто не знает точного секрета успеха. Я для себя понимаю, что это, безусловно, конкурс песни, то есть важна песня. Она должна быть хорошо представлена, потому что это телевизионный конкурс и должен быть красивый номер. То есть мы об этом тоже подумали. Ну и, конечно, должен артист правильно ее подать, искренне, со всеми чувствами, эмоциями. Он должен быть честен со зрителем. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что в нашем номере мы постарались все это объединить. Ведь песня сейчас после первого полуфинала поднялась почти во всех чартах европейских. И это радует. Это значит, что песня западает, ее хотят слушать вновь и вновь после конкурса. Это прекрасно. Каким образом ты настраиваешься на следующее выступление? Чем занимаешься, когда не поешь и не репетируешь? Вот сегодня, например, что делал? Я здесь вообще не отдыхаю, потому что я сюда не отдыхать приехал. И я здесь, в общем-то, представляю большую страну, Россию свою. И я могу сказать, что, конечно, большой интерес, как уже вы так же сказали, от прессы, от журналистов. Поэтому я пытаюсь успеть все и везде даю интервью, где могу успеть. То есть у меня весь график, в общем-то, состоит из интервью. И когда я не репетирую здесь, в «Глобан-арене», я, в общем-то, общаюсь с журналистами разных стран. Потому что, конечно, делегаций очень много, интерес большой. И хочется со всеми пообщаться, рассказать о стране, о песне. Ну что ж, будем надеяться, что перед самим выступлением в финале Сергея Лазарева хотя бы ненадолго оставят журналисты, чтобы дать ему возможность как следует настроиться. Это был Сергей Лазарев, «Стокгольм», «Глобан-арена». Ну а мы с Дмитрием Губернием сейчас идем занимать место в комментаторской кабинке. Коллеги. Спасибо, спасибо, Эрни.